Я говорила об этом на радио, который связан с кишечником и головным мозгом, и который диктует правила игры. То есть наш кишечник говорит, вот сегодня ты будешь спокойно, нет сейчас, нужно попсиховать, и так далее, и так далее. Вот если мы живем в любви и взаимопонимании, то в принципе, как бы, детокс можно и не проходить. А теперь можно не поднимать руку, но кто вчера не кричал на своего мужа? Или на своего ребенка? Или у вас что-то там не будет? Кто не кричал? Не кричал. Хорошо, вот обжирал, давайте так. Смотрите, сразу все понятно. В общем, давайте следующий раз. В общем, все неделю, вы недавно не только не проходили. А, у вас не только неделю, видите, все понятно. Вот здесь плохо видно, но есть очень шикарная фраза про то, что за плакостью цивилизации мы расплачиваемся своим здоровьем, к сожалению. То есть никто из нас сейчас не оставит свою машину, не пересядет на лошадь. Никто из нас не будет ложиться спать, когда заходит солнышко. По факту мы пользуемся влагами цивилизации. У вас все декораты и смартфоны. То есть мы понимаем, что сейчас мир таком. Мир таком, что мы заходим в супермаркет, видим кучу всяких вкусняшек, наши дети все это видят. Катя сказала, что здесь на пятом и каком-то этаже куча бабов, понимаете, с нас есть цивилизация. А я не сказала, болею. А, да, я слышала. Но в моей голове это куча бабов было и всего прочего. Вот видите, как я. Это я декреть просто. Поэтому, когда ты понимаешь, что есть определенные блага цивилизации, ты от них не хочешь отказываться. Потому что это качество, комфорт нашей жизни. Но мы должны понимать, что эти благости, они делают с нашим организмом некий минус. Потому что эволюционно, вы не поменялись. Пожалуйста, услышите меня. У нас находятся же эти клетки, которые убегали от мамонтов. Представляете, на уровне ДНК. Сахар появился 150 лет назад. За 150 лет наша эволюция на уровне ДНК, на уровне клеток не поменялась вообще. Поэтому, если уже случилась такова ситуация, то мы должны принимать эти правила игры и учиться в них жить. Следующий слайд. В чем проблема вообще? В чем проблема вот эти токсины, шлаки, кто как это все называет, да? С чем это связано? Почему мы так хотим чиститься? Я уже даже не буду говорить там про неправильное питание. Да, вот просто мы сейчас говорим тему токсин. Во-первых, если вы посмотрите, вот на этой картинке здесь такой вот кружочек зла, я бы так сказала. Где какие токсины находятся? Чем мы дышим? Мы едим рыбку, да, всю путь всю прекрасную. Мы выдыхаем химические вещества регулярно, когда новые ремонты, казалось бы, красивые. Или сами сделали вот эти подвесные потолки. Все красиво, но это все определенные токсины. Бисфенол А находится в пластике везде. Это вообще трагедия современного мира, я бы так сказала. Бисфенол это определенное эстрогеноподобное вещество, которое содержится в пластике. Вот просто представьте, сколько в нашей жизни пластика. Даже когда мы пьем с нами кофе, пусть мы пьем кофе из бумажного стаканчика, но мы накрываем его чем? Пластиковой крышечкой. Кофе, чай горячий. Пары для пластика просто допустимого попадают в наш организм моментально. Я когда... У меня есть курс, мама знает, там есть раздел поддомок к беременности. Я готовила раздел именно по токсинам. Как женщине, чтобы зайти в беременность, подготовиться. Я нашла исследование, которое доказывает, что микропластик проходит через плацентарный барьер. Считается, что плацентарный барьер это самый защищенный, да, там даже нет импосудов, чтобы никакая гадость туда не зашла. Но микропластик может проникать через плаценту. Поэтому это очень важная штука, нужно обязательно позаботиться о своем, ну, таком, окружающем мире, чтобы немножко с пластиком поиграться. То есть пусть это будет в одноразовой бутылке, но без нагревания. Лучше, чтобы это были шейкеры, где прям вот пометка, да, BPA, то есть это без письменола. Еда. Теперь еда. Начнем. Сейчас все, что продается в супермаркетах, это создано для продажи, а не для еды. Это нужно трезво понимать. Те компании, которые работают со своей продукцией, да, вот которые там, они сами покупают, готовят и продают на заказах. Клебушек, конфетки, еще что-то. Их товары всегда немножко выше подсновой политики. Ну, соответственно, понятно, потому что качество другое. То есть то, что так всем нас окружает, сейчас об этом, ну, даже нет смысла спорить. Потому что это наша реальность. В чем их проблема? Проблема в том, что токсины, попадая в клетку, я расскажу чуть-чуть дальше подробнее, они атакуют клетку, повреждают, эта клетка повреждает ткань, ткань повреждает орган, орган повреждает целую систему, мы имеем заболевание. И самая большая, наверное, в современном мире проблема в том, что не только токсинов стало много, а мы не можем качественно выводить эти токсины из нашего организма. То есть наш процесс детоксикации, он у нас есть. У нас есть внутри среды, которые обладают антипаразитарным, просто по грибковым эффектам, но они настолько уже снижены, что просто мы не можем выводить эти токсины в должном количестве. И сегодня, в принципе, вообще моя тема, вы здесь кого-то расстроены, но у меня не будет какой-то схемы секретного детокса. Я вообще не дала ни одной схемы политокса, потому что я знала, какой публик веду, какую историю, я знала, что здесь есть прекрасные мои коллеги, которые сами имеют подбирать своим клиентам и подопечным схему, но я сегодня дам некоторые точки воздействия, которые могут ваш детокс улучшить и повысить эффективность. Но какие виды токсинов существуют? Есть здесь такие, это классификация. Есть эндогенные, экзогенные. Попрос в том, что это единственное слово моей презентации, поэтому не заборачивайтесь. Эндогенные токсины – это те, которые есть у нас внутри. То есть мы с вами, оказывается, не только у нас там ромашки, одуванчики в женщинах, но у нас еще есть внутренние токсины, и, о том же, наши гормоны. Вот сегодня рассказывалось, да, у нас целый цикл огромный, в которой одни гормоны выросли, потом они должны упасть, другие вырасти, потом упасть. Это очень сложная система. Не все гормоны нам необходимы. Есть гормоны, которые должны утилизироваться. Они должны безопасно за организм вывести. И организм это воспринимает как определенные виды токсинов. Также у нас есть наши микробиоды, микрофлоры, о которых мы говорили. Или уже просто оду есмели, можно переименовывать наш день эксперта на оду о микрофлоре. Наши бактерии тоже дают определенные продукты распада, которые организм должен выводить. И есть токсины-авизогены, о которых мы только что говорили. Это все, что в воздухе, все, что в еде, все, что в воде, все, что в предметах выдох. Есть еще одна классификация, о которой очень-очень мало говорят люди, которые, ну, скажем так, пиарят детокс-программу. Особенно это не наши коллеги. Этих людей, скорее всего, нет. в этом зале, это, вот, такое слово, конкуренты, да, которые предлагают пройти детокс-программу на особах, на лечебном голодании. Имеет место быть, но нужно понимать, что токсины есть липофильные и кидрофильные. Липофильные, это, грубо говоря, это жирные, это водные. Такой 90% токсинов, они липофильные. Это жировая клетка, которая, то есть наши, да, наши собственные токсины тоже жировые. И те, которые вы получаете из вне, они тоже обладают жировой активностью. И когда вот эти вот жировые клетки попадают внутрь наших клеток, им очень тяжело оттуда вывезти. А куда они попадают? Они попадают в клеточную мембрану. Если кто-то помнит, может, кто-то учился или увидел, что наша клетка, каждая клетка организма состоит из определенной мембраны. Вот такая, да, вот эта мембрана. Она полностью жировая. То есть там у нас децитин, холестерин, там различного рода клетки жира. Соответственно, сюда проникнуть легко, а вывестись из этой мембраны очень-очень тяжело. И в этом проблема детоксикации, что деток должен быть настолько грамотным. Вы, может быть, слышали понятие клеточное очищение. Вот это называется клеточное очищение. Чтобы из клетки вывести жироподобное вещество токсина. Вот тогда мы будем добиваться глобального очищения для нашего организма. То есть клеточное очищение – это когда липофильные токсины переходят в полную форму. И сегодня об этом, я, наверное, буду говорить большую часть времени, вы даже это понимаете. А что еще можно сказать, что этот процесс, вот эту клетку токсина вытащить из клетки, это очень энергозатратный и субстратозависимый процесс. Вот, это значит, хороший труд. Поехали. Вот тут можно посмотреть на картинке, да, представьте, вот это вот целая клетка. И у нее есть клеточная мембрана. И вот тут, посмотрите, вот эти вот кружочки, они гидрофобные. То есть они боятся воду, они не пропускают внутрь клеток у себя воды. Так, соответственно, вот здесь уже прекрасно размещаются все эти жироподобные токсины и меняют структуру клетки, улучшая ее целостность. Клетка должна быть, ну, скажем так, мобильная. Это вот именно фракции холестерина помогают клетке быть такой вот прям, двигаться, быть пластичной. Когда у нас там что-то застревает чужеродное, клетка просто разрушается, либо теряется ее целость. Соответственно, если целостность теряется, то нарушается клеточный обмен веществ, и клетка рано или поздно погибает, либо дает неправильную регенерацию. Потому что пока мы с вами сейчас здесь сидим и общаемся, у нас сотни клеток погибло и еще больше возродилось. Так вот, возрождается все равно-то из тех, которые погибают. То есть, наблюдается, случится чудо. И хотя, кто его знает, организм человек не изучен на 100% до сих пор. Поехали дальше. Где хранятся токсины в нашем организме? В самых жирных местах. Почему? Потому что они имеют жироподобную форму. Где у нас эти самые жирные места? В самых жирных органах. Это печень, это мозг, это подкожно-жировая клетчатка, гормональные и нервные кельки. То есть, можно сказать, что вот эти вот органы, системы, структуры, они больше всего поддаются ударам токсинов. Печенка наша бедная, хотя нет, это королева нашего организма, справляется прекрасно. Но вы представьте, в клетках гипотоцитов хранятся токсины определенные, которые она там не накапливает, но, по печени поговорим серьезно, мозг. Опять же, возвращаемся к нитроплоре. И кто проводил детокс, вы можете отметить это состояние, когда после детокса, ты ясно думаешь. Ты быстрее находишь ключи, ты лучше едешь за рулем, ты быстрее соображаешь, тебе гораздо легче думается. Почему? Потому что мозг очищается. Представьте, если у нас есть целый нерв, который с кишечника двигается мозг, то, конечно же, по этому нерву тоже прокладываются токсины, потому что они прекрасно складываются в нервных клетках. И подкожно-жировая клетчатка. На этом моменте прям хочется поговорить, потому что я в первом образовании тренер-преподаватель такт олимпийского профессионального спорта. Вся моя созданная жизнь, она была в большом спорте. Соответственно, я схватила тренды мира и побывала в роли персонального бизнес-тренера. Я знаю, что такое похудение, когда к тебе приходится просто мне нужно срочно, на неделю минус 15 или там за полгода минус 80 и так далее, и так далее. Ты как тренер, у тебя стоит задача похудеть человека во что бы ни стало. Он получит на диетах, может даже на правильное питание. Мы будем усыняться вот этапировками. Но что происходит? У нас жировая ткань, такие, с леточки, да, вот они друг друга склеены. Жировые клетки, они не увеличиваются в количестве на протяжении жизни. Они увеличиваются в объем. То есть эта клетка может в 15 раз увеличиться. Здесь у нас безопасно складируются токсины. Жировая ткань является самым безопасным для боли токсинов. Поэтому мы должны понять, когда у нас есть лишний вес, мы носим не только на себе, не очень по нашему мнению, этапический вид, мы носим на себе дебо токсинов. И теперь вопрос, когда мы начинаем худеть, резко худеть, к морю, к свадьбе или еще к чему-то? У нас идет процесс жиросжигания, да, жирочек выходит, все эти леточки уменьшаются. Что вместе с жирочком уходит в кровоток? Выходят токсины. Происходит самоинтоксикация. И как тренер, я знаю, в прошлом тренере я видела это, столько, когда ты худеешь с женщиной. И она у тебя худеет, а потом заболевает вирусными штуками, вечно не вылазит из мигрени, у нее начинается болячка, начинает выпадение в волос. Это связано не только с тем, что она отдает много на тренировки и восполняет себе ресурсы. Это связано еще с тем, что у нее просто происходит самоинтоксикация внутри себя. Поэтому вопрос, похудение, мы должны понимать. Правила игры такие и никак иначе. Поэтому здесь нужно для себя, в своей голове выстроить план, как же мне от этих токсинов избавиться безопасно. И сегодня я хочу поговорить о некоторых системах выведения. Подробнее я сложусь на печень, которая как-то сегодня, как они говорили, я подхлочу эту эстопеду от своих коллег, и о ней расскажу подробнее. У нас есть некоторые самые важные системы выведения. Это печень через метаболическую биотрансформацию. То есть она берет вот эти токсины из нашего организма, которые жироподобные, делает их возрастаемой и выводит из организма. То есть это основная работа нашей печетки, как органы детоксикации. Кишечник. Микробиота также является нашим органом детокса, грубо говоря. Знаете, да, что... Так, как-то по-прежнему ее подержу, наверное, да. Хорошие бактерии, они не дают заселяться плохим бактериям. То есть, грубо говоря, они выгоняют патогены микрофлора. Поэтому микробиоты – это наш, естественно, орган детоксикации, которым нужно заботиться. Почки. Есть у нас, я говорила, токсины все растворимые, есть водорастворимые. Те, которые поступают к нам сразу водорастворимые, почки с ними прекрасно справляются. Также почки будут уводить те токсины, которые печень перевела из жировой формы водки. И лимфатическая система – это выведение из межкедочного пространства через кожу и слизу. Сейчас подробнее постараюсь положиться, быстро об этом поговорить. Катерина, следующий слайд. У печени. У нее есть две базы детоксикации. Это очень-очень важная штука, которую нужно понимать каждому человеку, который занимается детоксом. И если вы, особенно специалист, работаете с детокс-программой зимы. Первая фаза происходит за счет, благодаря ферментам цитохром B460. Их очень много. Около 150 различных ферментов. Они не только работают в этом направлении. У них еще есть функция усвоения витамина D. Очень бывает у кого-то из моих коллег, что витамин D бьешь, он не поднимается. Это связано не только с тем, что проблема желчка, это связано с тем, что цитохромы B460, они настолько загружены функциями выводения токсинов, что они просто не могут справиться со своими витамина D. Поэтому вот одна из причин, почему у людей падает и не поднимается. Далее. В этой фазе происходит распаковка токсичных веществ для последующей утилизации. То есть, по-простому, печенка получила токсины, которые в жироподобной форме. Она их не может вывести из организма. Приходят прекрасные ферменты, их целая армия. Они что-то воздействуют на эти токсины, переводят токсин в водороспроимую форму. И дальше печень распределяет. Это мы выведем в скалы, и это мы выведем в смочон. Чтобы вы просто понимали, как это происходит. Вот первая фаза, она очень важна с тем, что это фаза, когда печень имеет здоровые гепатоциты. В виде токсин. Стофромы и актинка включаются, распаковываются в жировую клетку. И дальше переходим... А, ну, сейчас я расскажу, что обойдет эту фазу. Дальше переходит все это в водороспроимую форму. Давайте соберем числать. Как поддержать первую фазу? Что нужно для печени в этот момент? В первую очередь это травы, которые улучшают функции детоксикации печени. Это раздоровша, мин и укроп. Некоторые видят цитрусов. Это мандарин и апельсины. Но не гриппрут. Кстати, гриппрут в большом количестве отключает первую фазу интоксикации. А кто-нибудь сидел в своей жизни на диете с гриппрута? Я сидела. Мой вид спорта подразумевал в весовой категории. И мне прям рассказывалось, там, как было 15 назад, что нужно сидеть на гриппруте, потому что он жир отжигает. И потому что... Я спортсмен, которому нужна работа печени, как никому, сидела просто неделями на гриппуте, понимаете? Неделями, днями, 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 днями на гриппуте. Полностью отключилась в себе первую фазу интоксикации. Крестоцветные овощи. Все виды капусты, особенно брокколи. Брокколи для первой фазы интоксикации печени – это просто вам лава. Эта капуста всегда приводит к примеру. Что такое брокколи? Если вы на крестологии уже разговариваете с этими несчастными брокколи. Так вот, да, есть брокколи, потому что первая фаза поддержки печени как раз помогает активировать, значит, это вам овощи. Витамины С, биофлавоноиды, группы В, для того, чтобы организм не отравился. Представьте, мы начинаем какой-то детокс-программу. У нас токсины пошли. Печенка понимает, что из каких-то органов начинает идти большое количество токсин. Они все спали, тут мы их разогнали, какие-то драмы. Есть у нас проблемы с первой фазой. Печенка там, например, распаковала, но дальше у нее есть определенная загруженность. У нас просто происходит опять же самоотравление. И нам здесь очень сильно важны антиоксиданты. Витамин С, биофлавоноиды прекрасно поддерживают печень в этой фазе для того, чтобы организм не отравить внутри себя. Вот почему я говорила про соки, про голодание, про различного рода некачественные токс-программы. Потому что вы запускаете у себя процесс детоксикации, а королева пищеварения, которая должна справиться с этими токсинами, она просто не может справиться. Потому что у нее нет энергии, потому что мы не даем ей правильное питание, потому что у нас нет антиоксидантов в организме в достаточном количестве, чтобы все это вывелось. И мы имеем такой уже не очень хороший процесс, когда мы дали себе, разогнали клетки, но дали немножко столб. На детокс-программах очень часто есть явление, когда у человека идет либо высыпание, либо какое-то проявление олевитом вирусного бактериального заболевания. Мы, это правда считается как специалисты, что это нормально. Но мы должны понимать, что если у человека на детокс-программе идут осложнение, ему нужна поддержка в базе детоксикации печени. То есть, либо это сразу же мы внедряем в токс-программу, либо после токс-программы мы должны понимать, что сработать с печенкой в последствии обязательно нужно. Что еще нам нужно? Она нужна жиросжигающая компонент, это те, которые будут доставать клетки жира и, грубо говоря, устранять. Это хорин и иносидол. Микроэлементы манги и железда. Вот здесь хочется остановиться. Я знаю, что некоторые мои коллеги, участвующие Кристина, часто об этом говорит, о том, что в детокс-программу нужно заходить спиритином не ниже 30. Потому что если у нас есть железодеписцитная анемия, мы, к сожалению, не дадим своей печенке нормально сработать. То есть, это просто как компакт для того, чтобы первая фаза осуществилась. Все, здесь нет какого-то магического или волшебного образа. Это просто компакт. Это как, к примеру, одеть один туфель и так же нормально одеть второй туфель и пойти куда-то там дальше. Вот это так же нормально. Для того, чтобы фаз отработал, нам нужно железо. Если у нас в организме есть железодеписцитная анемия, мы находимся в гипоксии. Клетки всего нашего тела еле дышат. Потому что что-то гипоксия, это как-то вот так протирод, и вам тоже будет тяжело дышать. Так же чувствуют наши клетки. Если железо мало, оно будет идти на функции гораздо важнее для нашего тела, чем сейчас помочь вам вывести те токсины, которые вы решили вот так вот почиститься. Вам не туда же. И другие нутриенты, ресвероторолы, коэнзим Q10, витамин А, Е, Силен, Медицин. Я прям очень хочу, чтобы опытные инкрициологи назвали мне тот банк для печени, который имеется в составе всего. Лифгард. Лифгард. И могу сказать, что я еще не знаю аналогов нашему гифгарту. Вот честно. Я могу придумать аналоги каким-то пробиотикам или еще. Аналог гифгарта просто нет. Составить себе, пожалуйста, расторопшую, витамин С, витаминогруппу В, анацетол, холин. Ты одной таблеткой помог своей печенке запустить все базы детоксикации. Поэтому возьмите на вооружение, включайте детокс, либо после детокса добавляйте это в свою жизнь. Давайте дальше. Вторая фаза детоксикация, она очень энергозатратная и субстратозависимая. Очень часто случается у людей, что первая фаза запускается, а вторая не дозапускается. То есть токсины распаковались, а дальше они просто не могут вывестись, потому что для этой фазы нужно очень-очень много чего. Смотрите. На этом этапе работают 6 детей для выведения водорастворимых токсинов, которые на первой фазе превратились из жирных следующих. В ходе реакции второй фазы к промежуточным метаболитам присоединяется метилирование. Я вот здесь скобочка, смотрите, я вот вам расписала все эти пути, и скобочка к каждому пуцу я приписала, что такой-то фактор для этого необходима. Вот смотрите, что у нас случилось с метилированием, нам нужен витамин В12. Сейчас, секунду. Соль, б-гидрильные процессы, нам нужны сера. Я шторю, что я вот эти, из этих, которые только на пальцах, и на колуках у меня это объясняет. Отдельные группы нужны В1, да, витамин Тианин, остатки глюкорной кислоты и аминокислот или глутотион. Витамин С, В3, М, Д. То есть вот это процессы, с которыми у нас связано выведение второй паз. В скобочках кафакторы. Понимаете, что без этих кафакторов эти процессы просто не запустят. Мы можем запустить там витилирование, к примеру. А активные группы просто не смогут вывести дальше с калом или с ночой наши вот эти вот токсильчики. Поэтому для того, чтобы приобрести водорастворимую форму, нам нужны определенные кафакторы. И если мы не соблюдаем фазу детоксикации печени, мы уже не сделаем детокс. Мы просто играемся в детокс и делаем вид, что мы проводим водоточение. Что поддерживает вторую фазу? Сера. Представляете? Я помню на одной из кафедров нутрициологии прекрасный пораженников Олег Нижегородцев говорил о том, что добавляя серу в протокол, в любой протокол, ты улучшаешь все процессы. Потому что эта сера – тот минерал, который участвует практически во всех переменных реакциях наших организмов. И в первую очередь сера будет помогать выводить печень и наши токсины. Поэтому если вы понимаете, что для вас наоборот токса очень-очень такой острый, то есть вы можете отследить себе симптомы детоксикации, добавьте себе серу и увидите, что результат будет гораздо круче. Более того, сера – это предшественник аллогена. То есть нам не хочет быть красивым. Есть, я так назвала им третья фаза детоксикации, потому что, давайте представим, вот токсин пришел в кровь, печень его нашла, да, принесла в это кровушка, она распаковала его из жировой формы, водораспорила, теперь ей нужно как-то вывести. Это, грубо говоря, третья фаза детоксикации, и здесь введение из организма остатка метаболита просто через почки, дальше из мочевой пузырь и урину, или из желчи в тонкую кишку, и через ЖКТ для выведения скалового масла. Чем можно поддержать третью фазу детоксикации? Элементарно, помочь своим почкам, помочь самому кишечнику. Мы должны употреблять хорошее, нормальное количество воды на свой вес. То есть это 30-40 мл на килограмм веса. Вода должна быть биодоступной. Это должна быть чистая вода, с правильным паш-баланком, с правильной минерализацией. И об этом вообще можно давать отдельно целой лекцией, но мы не будем. Нормальная работа кишечника, что здесь подразумевается? Здесь я имею в виду, это нормальное опорожнение. Не раз в неделю, а минимум раз в день. Человек должен ходить в туалет по-большому один раз в день, выходить оттуда счастливым и не мыть после себя долго унитаз. Если так происходит, то с вашим кишечником все окей. И обязательно двигательная активность во время докспрограмм. Но здесь тоже много мнений расходуется. Одни говорят, что докс, я должен познать сия, мира, все, энергетика. Это тоже неплохо. Но двигательная активность, это может быть пешая прогулка. Вот здесь просто респект Авроре, ее сторис, который человек ходит по километрам. Ну что, это раз и двигательная активность. Я, Аврора, не пойду в зал, так сказать, тяжести, жилец, которые мы понимаем, что это и есть та самая безактивность. Движение должно быть. Если вы офисный работник, который сел в машину, сел в офис, проживает до кулера, опять села, приехала домой, увы, вы не даете себе нормальный лимфодонаж, об этом чуть поговорим позже. Давайте дальше. Кишечник. Я специально здесь поставила картинку, как будто бы не кишечник. Но я объясню почему. Если вы посмотрите на печень, есть такая вот вена, вот картинка, видите, называется полая вена, вот здесь у нас кишечник вот этот входит. Вся кровь из кишечника будет стекаться в печенку. Если вы хотите нормальную, здоровую печень, чтобы у вас был гормональный лимфон хороший, потому что это все связано с печенью, мы должны понимать, что от чистоты кишечника будет зависеть, насколько ваша печень будет справляться с фазной детоксикацией. Потому что если ваш кишечник, ну, так условно сказать, грязный, там много всего в нем бродит, плавает, гуляет, живет, там создается определенная биопленка, которая мешает усвоению железа, серы, аминокислоты, да, всех тех факторов, которые нам нужны. И если там беда, то, конечно же, печень будет страдать. И мы можем на лифтгарде, он будет, наверное, всю жизнь, да, быть, принимая его для того, чтобы поддерживать свою печень. Но если мы глобально не решаем вопрос кишечника, то, ну, убыто, мы делаем, что заводимся в своем организме. Наше тело – это целостная система. Нужно переставать делить себя на, не знаю, как вы там, в классическом медицине, а в больного правого класса, травматолог левого ноги. Нет, мы единое, целое существо. Поэтому хотим здоровья. В целом понимаем его правила игры и работы. А что нам нужно для кишечника по бододетоксу? Однозначно бифидолактабактерий. Потому что когда у нас хорошей армии в организме много, плохие просто не сунутся. А даже если они сунутся, то уже эти поработают с ними на уровне кишечника. Они даже еще не успеют идти до печени, уже там будет работать очень усиленная детоксикация. Дальше – клетчатка. Клетчатка – это такой компонент, структура клетки, которая не имеет ни витамина, ни минерала, если мы говорим уже о клеточной структуре, которая проходит как сорбет, очищает наш организм, наш кишечник. Выводит все токсины, которые даже еще не успеют, там кровоток проникнуть, она будет как щетка собрала и все это вывела. Поэтому овощи очень важны во время программы. У нас даже есть дни, когда мы потребляем только овощи и пьем клетчатку, которая и растворимая, и нерастворимая, для того, чтобы усилять процесс детоксикации. Вода. Однозначно чистая вода, потому что у меня был случай на практике, женщина проходила производственную программу, у нее количество типичных клеток всегда последние десятилетия увеличено. Это клетки, которые отвечают за онкологию. То есть они у нас у всех есть, они должны быть под определенным контролем. Вот они у нее уже в последнем десятилетии повышались в количестве. И мы с ней начали производственную программу. Она ничего не рассказала мне в своем диагнозе. Это был еще момент моей бизнес-практики. Просто я хочу пройти противопредставную программу. Ну окей, мы там пошли, опрос не против. Ну все окей. Она проходит элементарно самую простую противопредставную программу. И через 4 дня она говорит о том, что Вера, у меня, и у них ползлы повздувались, у меня на груди вот такие вот шары. Что происходит? Я просто явно потерялась, потому что мы пили чеснок, а это хлорофилка. Ну, то, что мы даем даже детям. И когда я с ней начала потом расспрашивать ее, а что вы еще делать дальше, оказалось, что в течение суток она пьет только чашку кофе и 0,5 газированный минерал. Просто теперь представьте, мы дали детокс. Травы, они стимулируют выход коксинов и паразитам нашего тела. Воды нет. Лимфа густая. Печень, кровь густая. Как это все выберет из нашего тела без воды? Да просто никак. Поэтому, если вы не пили воду, конечно, вообще никак. Ну, в малом на листы нужно распаиваться постепенно. Но если вы проходите стопс, то здесь, друзья, постите, не хотите, но водичку нужно подбивать. И есть такой вид ферментов, которые... Лилочка, мы забрели какие-то. Да ладно, я тоже сделаю готов. Молодцы, молодцы. Есть такие протеатические ферменты в нашем теле, которые называются протеазом. Может быть, кто-то о них слышал. Я очень рекомендую подключать эти битокс для того, чтобы помочь протеазе снять биопленку с кишечника. Она есть у всех у нас, просто в определенном количестве. Протеаза прекрасно снимает эту биопленку микроорганизма при этом с патогеном метрофору для того, чтобы все питательные элементы дальше прекрасно заслали с кровоток и пошли нам как факторы, как наша структура. Это то, что делать нужно для кишечника время детокс-программы. То есть я сейчас даю все рекомендации чисто по ходу детокс-программы и оплосминам. Давай дальше. Лимфатические точки? Лимфа. Лимфа. Что же такое лимфа? Одна из медитационных систем организма. Вот я не знаю, мне всегда так жалко эту лимфическую систему, потому что если мы наведем там порядок, результаты будут такие крутые у человека. Есть просто куча исследований, которые говорят о том, что если в лимфе нормальный кислотно-щелочной баланс, то слабый щелочной, либо щелочной, у человека не будут развиваться даже онкологии. Поэтому это очень важная система, которую нужно понимать и во время детоксикации мы обязательно должны ее затрагивать. Вот видите, здесь у нас на картиночке нарисовано капиллярчик, да, лимфатический, и имеют кислотную пространство. То есть это наши клетки. Они плавают в некой жидкости. В межклотной пространстве очень много находится токсинов. Эти токсины будут по протокам поступать в лимфокапилляр и дальше вводиться к организму. То есть попадая сначала к лимфоузлам, дальше уже попадая в кровь и выводиться безопасно с бочками и с потом, либо с калом, либо с сизистой. У лимфы всегда, у нее нет вариантов, понимаете, у нее будет выход только через сизистый и только через кожу. По-другому лимфа вам ничего никуда не выведет. Поэтому вы должны понимать этот процесс и не бояться того, что если мы видим какие-то у нас высыпания, либо выделения, очень часто женщины с гомбинозом сталкиваются и лечить эти самые выделения. Выделение – это всегда то, что уже организм победил. На этом точке. В вопросе лимфа мне еще очень хочется прямо затронуть тело, потому что сейчас весна, впереди лето и моменты таких всех дезодорантов, подмышек, которые мы пытаемся просто максимально себе, чтобы, не дай бог, на плоске нигде там не пропотеть. И некоторые женщины, да и мужчины тоже совершают просто катастрофическую ошибку пользуясь дезодорантом из тренажерного зала. Вырежет тренажерный зал для того, чтобы вспотеть. Не надо блокировать себе все эти подопределения. Когда мы пользуемся вот этим антипреспирантом, у нас здесь находятся очень важные лимфы. Соответственно, представьте, вы занимаетесь спортом. В лимфе так, не ворсотоксины. Это наше депо, не депо, ну, я хотела сказать послово, но не сказать, канализация. Лимфа, наше туалет. И вот представьте, должно оно выйти отсюда, вот тут же лимфа, лузы, тем более, на кольце. А мы такие, все, заблокировали, и моя мальчика на них никакого там пота не будет, и я буду принцессой, которая не потеет, и такает ромашкой, простите, пожалуйста. Поэтому никаких антипреспирантов быть не должно вообще в целом. Дальше. Все косметические наши кремчики, гели для душа, скрабики, которые женщина навсегда хочет чем-то натереться. Я не знаю, с чем это связано, но это прям просто какой-то кайф. Тут намазать, тут подмазать, вот прям все время что-то хочется цвести и пахнуть. Так вот, как тоже говорил уважаемый мной один из врачей, интересологов Аркадий Вильников, от человека должно пахнуть просто само по себе. Без использования духов, без использования дезодорантов, все с ним выкидывают камнями, но это так и есть. Вопрос мытья душа с косметическими средствами регулярно тоже очень острый. И я прям здесь рекомендую подумать и пересмотреть, чем вы моетесь ежедневно. Прям не хочется говорить на всю аудиторию, что я не мою с кем-то для душа, но по факту так и есть. Вы все равно все обнимались, я приятно пахну и потери как надо, хочется прямо сказать. Но это очень важно понимать, чем вы втираете, что вы втираете в свою кожу, потому что кожа, она тоже через нее протекает нудой. И лимпа должна иметь способ уведения, ну, чтобы она просто выходила, вот как это нужно. Что нам еще нужно? Щелочное питье для лимпосистемы и движение. Лимпу не качает ничего. Она идет снизу вверх, поэтому даже если вы не занимаетесь спортом, но с утра встанете, попрыгаете, делаете пару приседаний, ну, боже, 10-15 минут, прям вот 10-15 минут хоть что-нибудь помахать руками либо потанцевать с ребенком. Когда я не хочу заниматься никакими поштамбелями подренажными, я танцую с малышкой дома. Просто включаю музыку, пока готовлю зафрик и танцую, то уже прекрасно что мы делаем для почек? Здесь мы должны немножко дать себе мочегонные травы, не пугайтесь слова мочегонные, если это травы, то это безопасно, здесь вы не усугубите никак себе никакой процесс. Опять же, хочется показать на уровне печени, что печеночные вены прекрасно приходят в почечную вену, она прекрасно попадает в почку и, соответственно, вводит все токсины в виде водорасторимой формы. Для почек нам также нужны витамины С и витамины групповые. Все то же самое, что нужно для печени. Дальше. Вот все в принципе метаболической детоксикации по факту. Усиление детоксикации печени, работа с микрофлорой кишечника, лимфодренаж и обеспечение введения жидкости из организма. Но самое важное, у меня так на ноутбуке было красиво красным написано, здесь это очень влекло, но обеспечение организма компактами. Пожалуйста, проходите детокс-программу с витаминами, генеральными комплексами. Не переживайте, что грибки такие плохие съедят ваши витамины групповые. Да они их съедят и так. Так вы хотя бы и в тарелки дали, и в капсуле дали. Хоть что-то там осталось для печени. Не нужно переживать в каждый детокс мы всегда должны вставлять тот или иной витаминный комплекс. Но опять же, переверните, почитайте стикетку, чтобы там был витамин С, чтобы там были витамины группы В, сера, железо, магния, то есть такой прям гультикомплекс. Это то, что я хотела сказать именно насчет взрослой детоксикации. У меня всегда заявлено еще моя любимая тема детского противопроизводства на программу. Буквально два слова скажу о ней. Что нужно знать? Здесь еще будут красивые детские слайды. Нужна ли она вообще нашим деткам и с какого возраста? Я однозначно говорю да, нужна, потому что все, у кого дома есть дети и животные, те все имеют глисты. Потому что наши дети предрасположены к тому, чтобы ползать, тянуть все в рот, развиваться. Это нормально. И если бы мы с вами жили 200-300 лет назад, тогда еще вопрос и таксидация был под вопросом. Почему? Потому что ребенок, получая патогенную плору к себе, он ее бы никогда не подкармливал. А наши дети, изучая мир, кушая песок, облизывая собаку или еще что-то, они еще имеют нагрузку со стороны простых углеводов, простых сахаров. Поэтому здесь мы должны помочь, если ваш ребенок, вы понимаете, что он по питанию, плюс-минус, все идеально, то какие-то глобальные антибористарные программы вы можете отложить до посещения коллективов, школы, сады и так далее, но если ребенок в любом случае потребляет какие-то углеводики сахаросодержащие, куча всяких батончика, есть еще это паспуды и так далее, то антипаразитарная программа это мактэп для здоровья ваших детей. Моей дочери 2 года, полтора года она проходила первую антипаразитарную программу. Дальше я дам парочку антипаразитарных протоколов, с которыми я работаю. Дети, которые не глотают капсулы, чаще всего что-то дети 3-4 года, я рекомендую сделать такой коктейльчик, это сок нони репейных черный орех. Просто берете банку сок нони, выливаете оттуда чуть меньше половины, раскрыли до 30 капсул ореха, 30 капсул репейных, хорошо взболтали, все время это держите в холодильнике и даете ребенку перед ежой 2 раза в день. Прекрасно, не противно на вкус, остальное сок нони можно просто ребеночку дать дать дать. Я очень люблю такую программу усилять лимфодренажом. Просто работать шикарно, особенно те дети, которые страдают с аденоидами, с вечными соплями, дайте ребенку лимфодренаж, пусть он попьет этот прекрасный вкусный лимфодренаж. Качины дети из лимфодренажа гружают конфеты делают вообще, кто подписан между прочим. 10-14 дней вы смело можете продавать ребенку лимфодренаж для маленьких 8-10 капелек без проблем, особенно если это ваша какая-то хроника. И обязательно витаминный комплекс для поддержки всего организма. И вот следующий слайд, это те дети, которые уже глотают капсулы. Здесь есть несколько схем. Выбирайте, что хотите. Можно и две крапки ребенку и усилить, к примеру, лимфатику. То есть дайте там болганку, к примеру, и черный орех, и усилить это лимфатик с ножом, то есть лимфатической системой. Если вы понимаете, что у ребенка есть очень частые заболевания вирусные, бактериальные, если атеноиды это ваша проблема, подключите сюда еще и коллоидное серебро. Тогда вы будете решать вопрос вашей хроники на уровне противопоставной программы. Это тоже в таком случае меня поддержит по плане, что проводя ребенку противопоставную программу, он после этого чудом перестает так часто болеть. Дети должны болеть, вопрос, как они болеют, и как они выздоравливают. Это очень принципиально важно. Поэтому я попыталась вложить. Ура! Спасибо. Ура! Спасибо. Спасибо. Спасибо.